Посмотреть на привычные вещи по-новому в Центре архитектуры, дизайна и строительства специалисты разработали обновленный дизайн территории Технического университета. В планах работа в городском пространстве. Первые шаги к этому уже сделаны. Мы открыты с 26 декабря. Первые же дни Нового года. Командные подготовили заявку, поучаствовали в аукционе на благоустройство площади Кирова. Мы нацелены на работу по разработке проектов других территорий, общественных пространств в городе Саратове, в городе Энгельсе. Профильный центр создан на базе Института урбанистики и технического университета. О том, что региону нужно использовать свою архитектурную школу при проектировании зданий, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял неоднократно. Есть хорошие архитекторы, хорошие проектировщики, а дальше у них идут сметчики. Инженеры. Тогда мы с вами сможем создавать. И то, что мы будем создавать, у нас будут, у нашей школы будут востребовать, выкупать, использовать. И это уже будет Саратовская школа. По словам руководства технического университета, новый центр даст возможность развития не только Саратовской проектной школы, но и позволит готовить ценные кадры для всей сферы строительства. В центре будут работаны не только штатные сотрудники, но и студенты, аспиранты. Естественно, что они будут вовлечены в реальную проектную практическую деятельность. И тем самым мы совмещаем и практику, и образование. И на выходе можем получить уже специалиста, готового работать на реальном рынке. Это очень важная составляющая. В числе действительно актуальных задач времени, это работа по реставрации гигантского архитектурного наследия, который есть в Саратове. И, конечно, университет будет встраиваться в эту систему, будет заниматься проектированием в этой области. Правда, для работы с памятниками архитектуры центру еще необходимо получить необходимые документы. В этом направлении специалисты уже работают. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24.